Конечно, на самом деле абоненты выгадывают от этого. Они выгадывают прежде всего даже не от того, что они могут перейти к другому оператору, а то, что каждый оператор интенсифицирует удержание в своей сети, повышает качество обслуживания. Вот представьте себе, я не буду называть операторов, но очень простая ситуация в Москве, где мы знаем, что в последние годы один из трех основных операторов сильно подстал. Качество хуже. Теперь представьте себе, если бы МНП был, я вас уверяю, что этот вот оставший оператор совсем по-другому бы себя вел. Он был в два счета, он достроил, улучшил, модернизировал бы свою сеть, и ситуация была бы совсем другой, и выиграли бы все оппоненты. Ну, конечно, для операторов ситуация сложнее. Конечно, это усиление конкуренции. Конечно, есть отрицательные факторы. Увеличивается чёрн, конкуренция, затраты на новые услуги, которым привлекать и удерживать абонентов. Обязательно она результирует в дополнительных инвестициях в абонентское обслуживание. Но я хочу сказать, что в среднесрочном плане и в плане индустрии я думаю, что это факторы, которые будут уравновешены и пойдут на пользу всей индустрии в целом. Я вспоминаю, тоже, значит, ветераны рынка знают, как в России вводился принцип CPP – платит звонящая сторона. Тогда было другое соотношение сил, и Министерство связи имело такую административную силу, что ввело этот CPP в два счета. Где-то я не помню, сколько, но месяцев в девять всего от начала разговора было до введения. Конечно, не гладко это шло, но теперь прошло время, и мы видим, что, и уже анализ, ретроанализ показывает, какой положительный эффект для всей индустрии в целом, и в конечном счете для каждого оператора имело введение CPP. Это какой, 2004 год, наверное, был. Конечно, тут нельзя и перебарщивать. Мой прогноз – это случится в России. Я считаю, что сами операторы возьмутся и сделают эту услугу такой, чтобы она была приемлемой, такой, чтобы она служила на пользу всей индустрии, и очевидно, что в течение двух-трех лет МНП в России заработает. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»